Как тяжёлые металлы влияют на ваше здоровье? Как они вызывают аутоиммунные заболевания? Как они вызывают лапецию, облысение? Как они вызывают поражение кожи? Как они вообще взаимодействуют? И почему они взаимодействуют? Почему организм пропускает эти тяжёлые металлы? Всем добрый день, меня зовут Оксана Терехова, я ваш бьюти-куратор. И это вторая часть бесплатной пробной недели практикума по связи органов пищеварения и красоты, и кожи. В начале недели, бесплатной недели практикума, мы рассматривали вообще, что такое ксенобиотики. Если вы не видели это видео, я оставлю ссылку, перейдите, посмотрите, пожалуйста. И там мы упомянули про то, что ксенобиотики – это инородное, от греческого «ксенос», инородное что-то, инородное к жизни, ксенобиос, инородное к жизни. Как оно влияет на… как оно разрушает эндокринную систему, как оно разрушает иммунную систему, как это всё разрушает ещё и влияет на неврологический уровень, да, то есть разрушает нервную систему. И там мы упомянули о том, что многие металлы занимают рецепторы, воздействуют как имитаторы, да, то есть они занимают рецепторы к эстрогену, прогестерону, к андрогенам и так далее, и включают определённые биохимические процессы. И там пример был как раз-таки по вынашиванию беременности со осложнениями. Но такая тема большая, как тяжёлый металл, невозможно рассмотреть только в рамках ксенобиотика, потому что по ней нужно отдельно рассматривать. И как мама аутичного ребёнка я могу сказать, что в этой среде я всё время держу руки на пульсе, изучаю эту тему с аутизмом, регулярно помогаю своему ребёнку разгрести завалы определённые в метаболомике, помогаю другим родителям дать ориентир, куда нужно двигаться. И могу сказать, что тяжёлые металлы – это одна из принципов, одна из, скажем так, первопричин, одна из основополагающих больших причин, на которые вообще аутизм держится, из-за которого, к сожалению, в том числе держится аутизм. Но если мы возьмём не только аутизм, а если мы возьмём и вообще проблему с эндокринологией, если мы возьмём проблему с нервной системой, то будет вот это количество, вот эта вот особенная, скажем так, сила влияния будет ужасать. Сила влияния будет ужасать. И эти металлы, которые воздействуют повсюду. Я для начала, для затравки, вам просто приведу вот этот вот пример, который везде, кстати, в фиолетовом, вот этим синим, да, будет лазурным подписанной ссылке, где вы сможете посмотреть из научных публикаций. Вот это вот случай из диффузной лапеции, который был, который у женщины в течение четырёх месяцев терялась, теряла волосы. И у неё обнаружили, что во рту было металлические конструкции, одна из которых содержала никель. То есть что это могут быть за металлические конструкции? Это могут быть там всякие бегельные системы. В 44 года вряд ли она бегельную систему имела. Но это могут быть коронки, полукоронки, это могут быть какие-то мосты, это могут быть да всё, что угодно, да, всё, что содержит… Это, кстати, могут быть и для ортонетического лечения различные конструкции, для выравнивания зубов и гонотологии. И если там выявили специальными пластырями для выявления тяжёлых металлов, выявили, что усиление было на никель. И получается, что никель, который содержался во рту и постоянно, скажем так, давал своё присутствие, приживание, приводил вот к такой лапеции. Хотя, казалось бы, здесь, если посмотреть на типичную эту картину, да, у трихолога, ну, он скажет, ну, невозможно найти причину. Практически невозможно. Более того, в трихологии мало кто делает отсылку к тяжёлым металлам. И это большая беда, потому что люди, огромное количество людей болеют лупицей и очаговой, и диффузной. И мало кто рассматривает это с позиции влияния тяжёлых металлов. И многие заболевания, в том числе ауэтумуные заболевания из-за границы, в США, в европейских некоторых странах, они уже подвергаются протоколам хилатирования, выведения тяжёлых металлов для того, чтобы облегчить состояние. Но в тысячах других стран, к сожалению, этого не делают. Как же действуют тяжёлые металлы? Есть такое понятие в нарушении в среде, скажем так, родителей с аутизмом, которые пытаются при помощи врачей. Кстати, первыми начали этим заниматься сами родители. Именно они подтолкнули к развитию врачей в этом направлении. Сейчас отдельно появились даже такие специалисты такого направления. И там есть такое утверждение, что тяжёлые металлы держатся за токсины, токсины держатся за вирусы и паразитов, а паразиты и вирусы держатся за тяжёлые металлы. То есть патогены держатся за металлы, металлы за патогены. И вот этот вот симбиоз, вот это вот взаимодействие, это продолжается годами. И действительно, когда начинается хилатирование, я это знаю по своему опыту и по другим тоже детям, по другим отзывам от родителей, и что когда начинается хилатирование, вывод тяжёлых металлов, то начинает на лицо проявляться и на лицо, и по анализам, и на коже это видно, и по симптоматике и так далее. Это всё видно, как проявляется вирусная загрузка, как начинают влазить на поверхность с огромной силой вирусы. Потому что вирусы в своё время сдерживались активностью тяжёлых металлов. Тяжёлые металлы угнетали иммунную систему дополнительно, и они, простите, тяжёлые металлы активировали иммунную систему, и они сдерживали активность вируса. Как только ты снимаешь тяжёлые металлы, нужно быть готовы к выходу вирусов. Иногда бактериальные флоры в том числе. Итак, как говорят, скажем так, попроще, если мы не возьмём аутичных детей, а вообще возьмём тему красоты относительно здоровых людей, у кого присутствие тяжёлых металлов уже отразилось на красоте, то это, можно сказать, как комок шерсти в канализации. Потому что тяжёлые металлы всё время вмешиваются в биохимический процесс. Я дальше покажу, как, постараюсь вам объяснить. Эти слайды, кстати, готовились к моему выступлению в университете к одному проекту по токсикологии. И там некоторые из этих схем готовились именно для студенческой, для биохимиков среды. Но я буду стараться вам это пояснять более детально. Другими словами, они вмешиваются в метаболический процесс, они вмешиваются в метаболомику. Что такое метаболомика? Метаболомика – это индивидуальные пути развития. Это как отпечаток пальца. Индивидуальные пути развития каких-то биохимических процессов. То есть, если мы возьмём какую-либо сигнальную молекулу, то можно увидеть, что она у разных людей реагирует по-разному. То есть, она может пойти по одному пути, а может пойти по другому пути. И вот тяжёлые металлы действуют непредсказуемо. Если есть загрузка металлами, не только тяжёлыми, некий не относится к тяжёлым металлам, в частности, или алюминий не относится к тяжёлым металлам, но его так много в нашем окружении. И в первом ролике мы об этом говорили, как от этих ксенобиотиков разгружаться. Их так много, что они вмешиваются, грубо вмешиваются в биохимию. И обычные протоколы лечения не работают. А вот иммунные заболевания во всём мире, по большей части, 90% врачей, лечатся каким образом? Глюкокортикостероидами. То есть гасится, специально гасится реакция иммунной системы. Иммунная система начинает, конечно, на это реагировать. Ей не нравится такой расклад. Человек начинает себя плохо чувствовать. И очень плохо, и непредсказуемо. И просто берётся глюкокортикостероида, чтобы погасить реакцию иммунной системы. Всё. То есть горела лампочка от того, что что-то в машине сломалось. Никто не стал разбираться, что это. Просто вырубили эту, разбили эту лампочку, всё, не горит. Нет сигнала, нет проблем. Но процесс продолжается. И да, какое-то время будет восстановление со стороны организма, будет как-то пытаться вас вести баланс. Но чем-то вы за это заплатите. За то, что вы разбили лампочку, чем-то вы заплатите. В том числе и за красоты. То есть это будут иммунные заболевания, это будут тяжёлые хронические заболевания, это будет в целом ухудшение качества жизни, когда ты вроде бы ещё молод, но уже стар. И это отразится обязательно на эндокринной системе, на потомстве так или иначе, на течение беременности. Короче, с этим лучше попытаться разобраться. И в дальнейшем на практикуме будет, там, где уже будет вторая, третья, четвёртая неделя практикума, я буду давать конкретные примеры уже, как определить металлы, как их выявить, какие металлы можно самостоятельно вывести, и чем их можно вывести, с какими специалистами, какими протоколами. Но в целом, чтобы вы должны понимать, что у нас в организме есть маломальские адаптативные свойства, то есть адаптативные функции. И в частности, печень многие из металлов может связывать, детоксицировать, через цитохромы P450. Почему здесь вот это из, приведена вот эта картинка с тремя кольцами, это так называемые циклы метилирования в печени, потому что в печень, не зря с левой стороны она написана, печень, помимо синтеза определенных веществ, их же жирных кислот, помимо выделения пищеварительных соков, ещё и занимается детоксом, обезвреживанием. Детоксом, обезвреживанием. И вот это вот своего рода имеет циклы метиляции, это относится к циклам метилирования. И вот тяжёлые металлы, я дальше покажу, они вмешиваются вот в эти процессы, то есть они грубо вмешиваются и нарушают естественный детокс печени. Детокс – это не тогда, когда мы завариваем себе полезные чаи и пьём какие-то там смузи, делаем клец. Нет, печень делает детокс этот лучше нас. Более тонко, более настроено, более слажено. Всё, что было гениально придумано природой, мы не можем повторить в любом случае, но мы можем изучить, как это делается. Хотя бы приблизиться к этому изучению, расшифровать это всё на более простой, понятный язык, о чём мы будем заниматься на следующих неделях. Здесь же я хочу вам показать, вот здесь, видите, по поводу стадии метилирования. Такие металлы, как мышья, кадмий, свинец, ртуть, у них очень высокое сродство, афинность называется биологическим языком, медицинским, очень сродство с сульгидрильными группами. То есть они вмешиваются в цикл сульфатации. Они вмешиваются в цикл сульфатации, а значит никогда не будет нормального детокса. И они, вот эти вот сульгидрильные группы, они не смогут отрабатывать нам в качестве антиоксидантов. То есть никогда не будет нормального выработка глутатиона, нашего естественного детокс-компонента. Никогда не будет нормального содержания серы, уровня антиоксидантов, потому что они серосодержащие. И нацелцистеин, и альфа-липоя кислота, и глутатион. Они все серосодержащие. И если металлы включились в этот процесс, то есть они забрали, зауворовали эту сульгидрильную группу, то уже, получается, они мешают этой фазе транссульфатации. То есть они перегружают гены, определенные гены, которые тоже можно проверить, слабые они у вас или сильные. И они уже не в состоянии токсичные сульфиты перевести в сульфаты. Как это проявляется? То есть человек, допустим, ел всегда яйца, а потом вдруг его начало воротить. Ему тяжело стало переводить, стало употреблять серосодержащие продукты. То есть чеснок, лук, брокколи и так далее. У него необратимые, необъяснимые отношения с весом. Много, долго лет нет возможности снизить вес. У него какая-то чувствительность даже внешняя на уровне невропатии, то есть на уровне какие-то мелгии, какие-то непонятные прострелы по телу. У него пигментные пятна такого пациента, может быть, неопределенные, невыявленные причины, невыявленного генеза. И вот эти… А, еще высокий уровень аммиака. А как действует аммиак на человека? Затуманивает мозги. Вот эта невозможность сконцентрироваться, шум в голове, постоянно бегающие сложные дети из угла в угол, дети, так называемые, с гиперактивностью. Это невозможность нормально разгрузить гены, которые занимаются обезвреживанием токсичных сульфитов. И этим, в частности, это один из путь, который занимает тяжелый металл, чтобы вы понимали. Один из путей. Хотя таких влияний очень много, куда более сложных. Как вы можете увидеть о том, что есть влияние тяжелых металлов? Да? Вот то, что чаще всего встречается. Всегда будет высокий уровень аммиака. Смотрите, аммиак по крови не мерится. Он достаточно летуч. Но его можно померить по полоскам мочи, которые называются полоски на изменение pH мочи. У меня есть сохраненная папка в IGTV. Сохраненная папка в моем инстаграмм Терекова Аукс. Я вас приглашаю ее внимательно почитать, потому что там я рассказываю, как косвенно измерить уровень аммиака. Как косвенно измерить... Аммиак летуч. Если вам кто-либо из специалистов, не дай бог, предложил аммиак измерить по крови, вы можете ему двойку поставить по биохимии, потому что аммиак невозможно. Как только его берут в крови, он улетучивается. Его невозможно замерить. Но если у вас утром щелочная моча, и какие-то параметры щелочной мочи, я говорю, я специально сейчас не буду об этом вас нагружать, чтобы вы перешли и посмотрели, почитали эту папку сохраненную. Называется закисление папка. И вот там я рассказываю, что если у вас утром щелочная моча, моча – это признак аммиака. Это признак того, что мясо вы не перевариваете по этой причине. То есть, может быть, вы его, скажем так, расщепляете, на аминокислоты, эти белки. Но присутствие мясной пищи у вас, к сожалению, не только дает вам белок такой нужный для мышц, для красоты, для тургора, для эластичности, для заживления ран, порезов, и в том числе после хирургических операций, и всех вот этих манипуляций косметологических, где нужно повышенное заживление. Но это все дополнительно, весь этот белок, который вы потребляете, еще сопровождается с высоким освобождением аммиака. То есть, у вас не работает нормально цикл трансульфатации. Плюс вы, окей, бросаетесь от выхода, от потребления мяса бросаетесь в овощную пищу. Наверное, это не мое, думаете, может быть, я веган по природе по своей и так далее. Это все, конечно, мысли дурные, по большей части, с точки зрения биологии. Я вам потом чуть позже расскажу, опять-таки, почему. По простой причине, что вы не имеете ферментов для того, чтобы его обезвреживать. Я думаю, что вы не имеете ферментов, чтобы переваривать мясо, и не имеете достаточно компонентов, чтобы переводить, чтобы обезвреживать аммиак. И он вам дает и по мозгам, и по гормонам в том числе. Но если даже вы перейдете на овощную пищу, то ситуация не улучшится, потому что сульфид – это то, что присутствует в том числе, большое количество присутствует и в овощах. И вот чтобы перевести его в нормальные сульфаты, обезвредить их, но это не нормально, они менее токсичные, скажем так, а чтобы потом и малотоксичные сульфаты тоже обезвредить, на это тоже нужны определенные ферменты. И вот здесь, в этом цикле показано здесь, сейчас я вам покажу, по поводу метиляции. В правом нижнем углу вы можете увидеть, как влияет в том числе высокий аммиак. Он влияет на дофамин очень сильно. В том числе на дофамин, так называемый BH4 цикл, который в дальнейшем преобразует, берет, скажем так, в оборот мелатонин гормон сна, берет в оборот, из него получается трептофан, из трептофана серотонин, а из серотонина, хороший серотонин готовит организм к тому, что нормально выработается мелатонин. То есть, что вы хорошо, грубо говоря, давайте так, я упрощу еще сильнее, если вы хорошо ночью спали, у вас на следующий день будет хорошее настроение. Если вы ночью не спали, все, пиши, пропало. Вот это вот цикл BH4, и он тоже может быть нарушен. Поэтому, соответственно, будет всегда низкая энергия. А что такое низкая энергия? Это недостаточность работы наших энергетических станций. В каждой клетке у нас есть митохондрии. А в некоторых клетках по несколько митохондрий. По несколько. А в некоторых клетках есть еще и с десяточкой митохондрии. Самые энергоопотребляемые органы – это печень, это мозг, это яйцеклетки, кстати, чистые митохондрии, это сперматозоиды, они даже, бывает, горят от собственных митохондрий. Такое количество там выделяется энергии. Ну, горят это через кавычки, но тем не менее. И вот получается, что если нет сил, если высокий уровень аммиака равно нет сил, нет обновления нормальной кожи, а значит, будет ксирозная кожа с шелушением, нет нормальной сил, чтобы запускать цикл обновления волос, чтобы они из зонофазы, телофазы и так далее переходили из фазы в фазы, переходили для нормальной деления клеток и рождения новых волос, всегда будет депрессивное настроение, всегда будет бледная кожа, низкий уровень сертонина, нет настроения, нет желания. Вроде бы надо заниматься, потому что вес, а у тебя нет сил, чтобы пойти в зал заниматься. И постоянно вот этот круг, то у тебя нет сил, чтобы заниматься, значит, ты не идёшь в зал, значит, ты не нагружаешься физически, ты просто гулять даже не можешь выйти, какой там зал. А значит, ты ночью не спишь, ты ночью не спишь, значит, у тебя не вырабатывается нормальный мелатонин, сбивается циркадный ритм, ритм смены дня и ночи. И вот все эти проявления часто бывают причиной тяжёлой металлы. Первой причиной бывают тяжёлые металлы. Но проблема в том, что в клинической, в обычной клинике их мало кто смотрит. Клиника, я имею в виду, это не поликлиника рядом с домом. Даже дорогие врачи, даже интегративные врачи редко кто рассматривает вмешательство тяжёлых металлов. Я вам приоткрою эту занавесу, и вы увидите, насколько это обширная тема. Если вы сами, как пациенты, начнёте интересоваться этой темой, тогда вокруг вас будут соответствующие врачи. Если вы открыли рот про тяжёлые металлы, а доктор сказал всё это глупости, значит, он либо ленив, либо невежествен. Потому что с этой темой надо дополнительно врачам изучать. Ну, если кто ещё тут находит, да, это я вам точно скажу, как мама аутичного ребёнка, да, не бывает безнадёжных, не бывает безнадёжных случаев. И всегда, как только вы сами становитесь капельку образованными, вокруг вам же такие же специалисты подтягиваются, потому что вы их видите. И безграмотных вы только рот, они открыли, вы уже их проходите мимо. Вы не тратите ни на своё время их. Поэтому вот эти вещи надо знать самим. И во многом вы можете помочь самим. То есть это вот то, что я называю, да, сульгидрильная группа. То, что занимает, скажем так, как помните, в первом ролике я показывала, как они занимают рецепторы. Я показывала вам схему из учебника по микробиологии, как они занимают чужие рецепторы ксенобиотики. Точно так же, когда металлы теряют свои внешние электроны, то они становятся растворимыми гаптенами. И вот они становятся очень близкими, очень близкими к кератину, к протеину кератина. Да, к протеину кератина. То есть из кератина фактически состоят кожа, волосы, ногти. И по сути они точно так же мимикрируют, благодаря этому сродству они мимикрируют под молекулы цистеина. А молекулы цистеина фактически это составляющие белка. А мы все состоим из белка. Получается, у нас есть, как троянский конь, у нас есть такие засланные казачки в белках, в белки, в наши белковые структуры, из которых состоят волосы, ногти, ткани, органы, мышцы. Туда клетки печени в том числе, гепатоциты не совсем белок, но, скажем так, структуры желудочно-кишечного тракта. На все это нужен белок. На восстановление все нужен белок. И получается, туда, как троянский конь, за загнанные казачки, засланные казачки, в которых включились тяжелые металлы, их частицы. И они уже не работают нормально. Но обидно. Знаете, есть новость плохая, есть хорошая. Новость плохая в том, что тяжелые металлы нас окружают повсюду. Я покажу вам сейчас примеры, где их как много и каких самых популярных нужно избегать. Мы буквально пропитаны в том числе многими металлами. И новость хорошая в том, что если вы видите, какие тяжелые металлы вас окружают, и вы можете контролируемо, не надеясь на вашу генетику, со стороны организма, генетики и эпигенетики, со стороны генетики, организм делает все, что нужно, все, что может, все, что его в силах, поверьте, он делает в любом возрасте. А вот со стороны эпигенетики окружающей среды вы, человек разумный, своим мозгом должны понимать о том, что «а что я?», а как я могу ограничить вход через рот тяжелых металлов? Как я могу ограничить их поедание? Как я могу ограничить их с питьем? Как я могу ограничить их через трансдермальное нанесение, с кремами, допустим? Как я могу их ограничить, не вдыхая по возможности? Вот когда вы начинаете делать такой фейс-контроль на все ваши органы потребления, то есть вдыхать, опять-таки повторюсь, пить, вдыхать, есть, мазать и так далее, вносить это все с имплантами в том числе, то уже вот это внедрение, когда вы сами будете минимизировать это внедрение, уже будет считаться разгрузкой. То есть здесь самое главное – не нагрузить себя чем-то еще, а разгрузить. Вот первое правило детокса – это не пить расторопшу, грубо говоря, чтобы нагрузить себя чем-то, а разгрузить. Что убрать, что отрезать, что выкинуть? Вот о чем самый главный посыл вот этого практикума. Смотрите, где могут быть чувствительность. Вот это, по примеру, очень похоже, типа как, тут плохо видно на картинке, да, один из элементов крапивницы, так называемый, очень часто коррелирует с тяжелыми металлами. Очень часто, да. И где они могут быть? Где они могут быть? Тяжелые металлы – это не только то, о чем, то, что является ртутью, свинцом, кадмием, да. Это могут быть алюминий, никель, которые в целом не относятся к тяжелым металлам. Но они из-за своего огромного присутствия, да, из-за того, что их too much, слишком много, они также перегружают наши органы детоксикации. И где они могут быть? Любые зубные реставрации, да, все, что во рту, все, что металлокерамические коронки, все коронки, которые, все конструкции, которые коронки сопровождают, все различные конструкции, которые внедряются с металлами при альтогнатических операциях, так называемой пластины, которые вкручивают на несколько месяцев после операции, все, что различные бреки-системы, тоже нужно спрашивать о наличии тяжелых металлов, прям спрашивать о сертификат, да, заключение эпидемиологическое по конкретным конструкциям, по-хорошему, особенно если у вас наследственная такая чувствительность. Кроме того, различные украшения, да, из так называемого медицинского металла, и не только из медицинского, вообще из любых металлов, это могут быть вакцины, в частности, как алюминий является одним из компонентов вакцин. Это, и, кстати, как тимиросал, это соль, как ртути, которая тоже является тяжелым металлом, которая много лет через вакцину вносилась. Вот. Это разные покрытия для таблеток по типу диоксида титана. Каждые первые таблетки, посмотрите, да, они покрыты диоксидом титана. Для чего? Потому что это краситель. Этот краситель, который вносится практически везде. И даже до абсурда. Вот я приведу вам пример сейчас. У меня нет этой картинки, но просто я надеюсь, что вы не просто смотрите, а еще и слушаете, да, и внимаете этот вебинар. Допустим, такой препарат, как креон, я думаю, все знают, да, панкреатин в капсулах. И этот креон чаще всего покрыт, это капсула, внутри которых есть еще такие жесткие, твердые сферы. Сами по себе сферы, они не растворят, то есть они слаборастворимые, да, то есть их можно спокойно положить в рот, и вам ничего не будет сжечь. Сами по себе сферы, если раскрыть капсулу. Но они, эти сферы, то есть эти маленькие, такие еще внутри крошечки, они еще заключены в капсулу, крашеную, крашеную. И эта крашеная капсула в составе входит диоксидитана. Спрашивается, на кой черт, если сферы сами по себе можно глотать так, да, и они не будут вам обжигать слизистую, зачем еще отдельно их заводить в капсулу, и зачем эту капсулу еще и красить? Но фармпроизводство имеет свои, на этот взгляд, стандарты, предпочтения, там, различные положения, как это по производству, не нам им диктовать условия выпуска, но мы со своей стороны должны понимать, если вы смотрите в состав, и везде видите диоксидитана, вы хотите, не хотите, вы его накопите. И это обязательно даст свой нюанс в здоровье и в красоте. Различные продукты питания тоже содержат, и упаковка к ним, в том числе содержат тяжелый металл. Различные эти банки консервные, все, что внутри, даже если, допустим, алюминиевая банка покрыта внутри пластиком, тут уже тяжело судить, что лучше. Выбрать из двух зол тяжело, да, то есть алюминий плохо, да, а если внутри покрыта пластиком банка, то это тоже плохо, потому что это без фенола и фталаты, которые тоже, как ксенобиотики, попадают к нам. Поэтому в целом лучше от этого избавиться, то есть это не выбирать, выбирать в стекле продукты питания. Многие виды косметики содержат, косметические средства содержат металлические, металлические пигменты. Опять-таки, как красители, да, ну и плюс дополнительный еще для, там, стабилизации, для определенных свойств, чтобы были супер рассыпчатые, или наоборот, чтобы были хорошо спрессованы, и так далее. То есть их для таких физических, физико-химических свойств. Вот. Обратите внимание, что растворы для контактных линз тоже содержат тяжелые металлы. Многие оправы для очков, там, солнцезащитные кремы. Я вот прям все время в своем инстаграме об этом каждую весну у меня всегда появляются новенькие, которые говорят, а что, разве солнцезащитные кремы не вредны? Я говорю, если вы носите 24 часа, и вы даже, проживая, условно говоря, жмеринки, носите их ежедневно, круглый год, конечно, трансдермали они будут вам вредить. Тут даже если бы они были супернатуральны, они бы вам вредили. А так это химические фильтры на основе соединений, которые сами по себе вредны. Если мы посмотрим по поводу вот этого таблицу, опять-таки, все ссылки на эти таблицы все есть, вам придется только вручную это все набирать, они не кликабельные, то кому интересно, тот найдет возможность. Особенно те люди, которым спрашивают, а профи, профи предоставь ссылки, откуда информация, ссылки-то предоставь. Вот это для вас. Уважива. Значит, то мы можем что видеть, то никель занимает огромное в качестве накопления, то никель это самый высокосенсибилизирующий, то есть к нему самая высокая чувствительность металл. Хотя он не является тяжелым металлом, по сути. он не является тяжелым металлом. Но никель, на никель часто была вот эта чувствительность, была реакция, скажем так, непереносимость никеля. И чтобы посмотреть, как это, как выявить никель, я буду говорить на практикуме по разгрузке и связи, по взаимосвязи сушечного тракта и красоты. Приходите. За ним потом будет, идет неорганическая ртуть, палладий, фенил, ртуть, диоксид титана, кстати, тоже, видите, середину списка занимает. Свинец, тимиросал, то, что популярное соединение консервантов в прививках, этил, ртуть, платина и в некотором роде даже медь. И вот медь, к слову сказать, он тоже не является тяжелым металлом. То есть это микроэлемент, который нужен, более того, он у многих в недостатке, а у многих в избытке. Вот. И просто так, вот так вот пить медь, это не алло, конечно, потому что может срабатывать как по эффекту, как тяжелый металл. Опять снова аллопицея, потому что вот такие картинки, вот такие вот работы, они больше всего вызывают реакцию. То есть ты видишь реально, как это работает. Да. И снова, здравствуйте, был сделан у женщины радиоаллегосформентный тест, да, то есть это не было какие-либо аллергия на что-либо, да, но у нее были импланты, импланты. И вот импланты показал, что, вот анализ на импланты показал, что никель, никеля кобида там не было, в своей, сейчас скажу, как в имплантах, как проскакивают тяжелые металлы в импланты зубов. Но у нее была проблема со сковородками, кастрюли и сковородки. Кастрюли и сковородки, наша кухонная посуда, которая нагревается, которую мы используем ежедневно, это постоянный источник проникновения ксенобиотиков. То есть там, либо, как я говорила в первом, в первом вебинаре, говорила, либо это ксенобиотики от смол, которые, которым склеивают крошку керамическую, чтобы как бы сделать вам эффект керамической, натуральной керамической безопасной сковородке. А на самом деле там крошка просто склеена, склеена керамическая крошка. И вот эти клея проскакивают. Либо же алюминий. Если сковородка легкая, если сковородка, особенно если она не показывает какое-нибудь тройное дно, то есть в нижней части она такая толстенькая, там прям видно, какое там прям тройное дно, но она легкая, она легкая, то, конечно, это алюминий чем-то сверху покрыт тефлоном, либо же другими соединениями, которые имитируют натуральность, скажем так, имитируют безопасность, но это не так. И что делать с такими сковородками, тоже будем обсуждать дополнительно. Ну, вот такая может быть. И сделали этой девушке тест, видите, никель с собой засветился больше всего. Никель засветился больше всего. Вот такая вот кайма на деснах. Такая кайма на деснах очень часто признак миграции из металлокерамических коронок. Металлокерамические коронки у каждого второго человека во рту. И это даже еще не ртуть, содержащие амальгамные пломбы, хотя они тоже встречаются. А это металлокерамические коронки. Если вы видите, что у вас такое посинение над десной, стойкое посинение над десной, снимать, очищать, менять, ну и дополнительно сдавать анализы и хилатироваться от этого всего говнища. Простите. Вот. Потому что здесь может быть чувствительность к чему угодно. И к никелю, и к бериллию, к хрому, и к меди, и к палладию, и к титану, и так далее. И это все мощные сенсибилизаторы. То есть это вещества, повышающие чувствительность кожи. Это компоненты, которые повышают чувствительность кожи. А никель, в свою очередь, может еще и витилиго вызывать. Это вот иммунные заболевания. Вот. Вот так и получается, что когда-то в детстве поставили вот такую коронку, стоит себе 20 лет, никого не беспокоит, вы радуетесь, ух, класс, переделывать не надо. Он подумает, что там синяя кайма на десне. Вот. А потом раз, витилиго стала развиваться. А после витилиго, так как это не системное, так как это не органоспецифическое иммунное заболевание, потом глядишь, и какой-нибудь ремотоидный артрит туда же полез. Вот. И одно тянет, другое. А всего-то, да, нужно было обратить внимание, что у вас синяя кайма на деснах. Напишите, пожалуйста, в комментариях, видели ли вы присутствия такой каймы у себя, у своих знакомых, у родителей, может быть, у родственников или просто у знакомых. Бывает так, что невооруженный взгляд. В рот особо заглядывать не надо, это видишь эту кайму. Вот. Какие ещё, значит, есть, опять-таки, по ссылке ниже можете посмотреть, что есть вот иммунные заболевания, которые уже чётко коррелируют, то есть, которые чётко соотносятся с повышением чувствительности к металлам. Вот. И здесь по большей части я сейчас смотрю, они все органы неспецифические, да, то есть, они все такие перекрёстные, это всё органы неспецифические, кроме, пожалуй, тромбоцитопении, заболеваний крови, но они, ну да, её тоже можно отнести к органам неспецифическими, то есть, это все органы неспецифические заболевания, которые вызываются одним и тем же механизмом, одним и тем же механизмом, и это очень тяжёлые заболевания, к слову сказать, рассеянный склероз один только чего стоит взять, вот, или какой-нибудь системная красная волчанка, это же жуть просто, если вы по каждому из этих погуглите картинки, как это выглядит, это просто жуть, и слава богу, что вы в сегодняшний день можете смотреть это видео, не имея этих заболеваний, слава тебе господи, вот, поэтому очень важно знать, насколько, но это не значит, что у вас нет тяжёлых металлов, мы сейчас об этом чуть поговорим, вот эта сложная схема, я не знаю, поймёте вы её или нет, это как раз-таки готовилось, не знаю, почему я её оставила, надо было вычистить для этого вебинара, потому как это был кусок для, как раз-таки, для биохимиков, вот, но именно само воздействие, потому что, когда профессор, а за счёт чего, профессор С, надо объяснить, за счёт чего это работает, доказать, доказательная база, объяснить, как это работает, и получается, что у нас, у каждой, у нас есть антиоксидантные свойства, да, у клеток, то есть, как эти свойства рождаются вследствие биохимических реакций, да, в той же печени, да, образуется, вот, и, например, тот же глутатион, который образуется в метиониновом цикле, это метиониновая группа, которую мы получаем вместе с мясной пищей, в том числе, если они идут в цикл и образуются до глутатиона, то этот глутатион будет защищать, допустим, от перекиси водорода, от перекиси водорода, но, как только в этот процесс будет вмешиваться тот же плюмбум, это свинец, кажется, да, по-русски, вот, то, сразу же уровень антиоксидантов снижается, то есть, другими словами, глутатиона вырабатывается в сутки какое-то число, какое-то определенное количество, и об этом, эту мысль я буду вам доносить и показывать на практике, в дальнейшем, на практикуме, да, на нашем, потому что не бывает безлимитной выработки антиоксидантов, биохимический процесс это конкретные единицы, да, то есть мы съедаем конкретно единицу еды, мы не можем съесть там 20 пюдер за раз, да, то есть есть какой-то лимит, биохимические процессы это по времени, какие-то лимитированные определенного времени это процессы, да, компоненты под это все добро тоже лимитированы, соответственно, на выходе антиоксидантов, того же глутатиона, мы имеем тоже ограниченное число, или цитохромов для обезвреживания, да, мы имеем ограниченное число, лимит, а если в наш организм ксенобиотиков, различных ксенобиотиков, да, инородных веществ, в том числе тяжелых металлов, входит безлимитное количество, то есть постоянно много, больше, чем мы можем это переработать, вывести, выплюнуть, выкинуть, то, соответственно, это будет уменьшать количество, то есть это будет перегружать наши антиоксидантные системы, и на все просто не хватит, вот есть определенные в сутки определенное количество антиоксидантов, все, определенное количество антиоксидантов, и оно должно было поработать на, я не знаю, на связывание свободных радикалов, допустим, как перекиси водорода, да, а оно потратилось на что-то другое, этот глутатион потратился на что-то другое, на что-то более важное, и эта перекись водорода, избыточное ее потребление обожгла, давайте какой-то пример, чтобы вам было близко, она может, например, обжечь тироидоциты, тироидоциты, да, то есть клетки щитовидной железы, клетки щитовидной железы, могу где-то ошибаться в произношении, заранее прошу прощения, потому что я это все изучаю на английском, на итальянском, и где-то по-русски могу косячить, не сочтите за безграмотность, просто слушайте, старайтесь слушаться в суть, и процессы, вот выделение перекиси водорода, я дальше буду на, на ютюбе об этом рассказывать, это нормальный процесс, который должен быть, в принципе, происходить тканей в щитовидной железе, но когда их много, а под действием тяжелых металлов их еще больше, да, то обезвреживание есть какой-то лимит, значит, кто первый стал, того и тапки, если этот глутатион, грубо говоря, пошел на что-то другое, то все, сюда уже не хватило, все, значит, есть уже повреждение тканей, щитовидной железы, значит, они меньше будут вырабатывать, Т3, Т4, и значит, это будет гипотиреоз, и это уже тот гипотиреоз, который уже с гормонов не слезет, и так далее, и так далее, и так далее, то есть там уже такой процесс идет, который мы чувствуем кожей, самочувствием, не просто на картиночке видим, да, что невозможность снижается уровень антиоксидантов, подумаешь, подумаешь, снижается уровень антиоксидантов, а когда это конкретно нас касается, это уже совсем другое дело, как говорится, да, как металлы могут, в принципе, повреждать клетки, то есть, как я сказала, они связываются, они имитируют, то есть они связываются с сульгидрильными группами, а эти сульгидрильные группы в том числе могут быть и в мембранах клеток нервов, да, центральной нервной системы, они также проскакивают через гематоэнцефалический барьер, да, они также проскакивают через плацентальный барьер, то есть они передаются, грубо говоря, от матери к ребенку, даже внутриутробно, ребенок еще не родился, а уже загрунен тяжелыми металлами, ну, жуть же просто, да, поэтому очень важно их вовремя видеть и избегать, и избегать. По поводу немножко несколько слов про амальгамные амальгамные пломбы. Вот такие пломбы раньше в советское время ставили и считали, что они предотвращают кариес. Что такое кариес? Просто детский смех по сравнению с средом от этих от этих амальгам. Проблема в том, что амальгамы, когда даже если удаляют, они делаются по неправильным протоколам и происходит повторное заражение. Только уже через вдыхание, да, потому что, когда пилит бормашина, вы знаете, да, вот эти вот разлетаются эти микрочастицы и в том числе могут быть эти микрочастицы, содержащие и ртуть. И тогда уже вдыхая их, они соседают в легких, они через легкие попадают в кровь, они оседают в других органах и системах. Но проблема еще в том, что при жевании, особенно при употреблении горячей пищи, они все время что-то выделяют в организм. И из тех людей, которые видела лично я за свой небогатый опыт клинический, да, то есть я видела, что практически у всех, у кого стояли амальгамы, были какие-то аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболевания. Казалось бы, человек здоров, у него здоровы относительно родители, да, как бы генетика должна нормально перейти ему, да, передаться. Но ему в детстве поставили вот эту амальгаму. Не со зла, все же думали, что действительно так. И у него со временем развелось аутоиммунные заболевания, к сожалению. И он узнал об этом достаточно поздно. И когда узнал, то за ним сразу и второе развелось. Вот. Потому что это, может быть, вначале ремотоидный артрит, стали болеть ноги. Я лично знаю такого человека. Сначала очень сильно стали болеть ноги, все связывалось это со спортом, а потом сдал анализы, и оказалось, что там и аутоиммунный тиреодит, тиреодит хошемота. И это не последняя точка в этой истории, потому что с аутоиммунными заболеваниями начнешь одно, второе, третье, пятое, десят. Начинают эти диагнозы прибавляться, как грибы в лесу после дождя. Так вот, амальгамы, получается, что, когда их даже удаляют, удаление должно идти по специальному смарт-протоколу. Специальный смарт-протокол, где есть такая труба, где есть, тут, кстати, неправильная на картинке, недостаточно только маски медицинской, да, должно быть прям такое обмундирование, хотя бы защита экраном от паров ртути. Вообще, желательно, это такое, как бы для инфекционистов. Вот это вот правильный смарт-протокол, когда фактически врач и его ассистент от этого защищаются. Потому что мне жалко не только тех пациентов, которым могут быть повторные заражения, но и жалко самих специалистов и их ассистентов, которые вдыхают от одного, второго, третьего, десятерым удалил, уже себе дозу какую-то принял, да, не надо на вредном производстве работать, на фарм какой-то на химическом комбинате, чтобы загрузиться вот парами ртути. Жуть, конечно, но и об этом должны сами знать стоматологи. Не знаешь, не защищен. Знаешь, дольше проживешь, как говорится, да. И здесь, что хотелось бы сказать, что амальгаму удалять нужно, но к этому смарт-протоколу есть определенные условия. Я, те, которые ко мне приходят на консультацию, я говорю, что надо подготовиться на удаление амальгамы, какой протокол, чтобы, что нужно пить до этого, какие хилаторы, и что нужно пить после этого, чтобы снизить это воздействие. Но по-хорошему это должен делать доктор, он должен вам сказать, что нужно пить до, что нужно пить после. Но, к сожалению, не знают. Не знают. По поводу аутоиммунных заболеваний обязательно надо удалять амальгамы. Удалять обязательно, потому что они будут процветать. То есть, вот эти аутоиммунные заболевания, как я сказала, один, они, а к одному присылается другое и так далее. Вот здесь эта часть протокола не полностью, но хотя бы даже если я специально для вас оставила, что если вы будете 1 грамм витамина, это 1000 миллиграмм и 50 микрограмм селеном в день в течение двух недель до и после процедуры уже сможете снизить на какую-то часть эту нагрузку. Но там в зависимости от сопутствующих заболеваний надо еще дополнительно не просто что принять, то есть, это то, что вы загружаете. А чем перед себя, как, каким образом себя разгрузить наоборот рецепторы к этому, к этим рекомендациям там еще совсем другие. Как выглядит анализ, как выглядят анализы, чтобы понять о том, что вы загружены тяжелыми металлами? То есть, смотрите, для проверки тяжелых металлов используют мочу, кровь и волосы. Вот этот, я даже итальянского даже не перевела, вот это вот анализ на волосы. Волосы показывают вам анализ на волосы, только это делается не в наших странах, это за границей, есть лаборатории в США, информацию я даю на консультациях, здесь не в рамках этого вебинара. Есть лаборатории, которые принимают, есть люди, которые помогают расшифровывать это, специалисты, которые помогают расшифровывать эти анализы на тяжелые металлы. И вот если какой-то тяжелый металл, допустим, как здесь алюминий или просто металл выходит в красную дозу, в красную зону, то это говорит о высоком загрузке. Всегда на фоне высокого алюминия будут падать другие металлы, то есть они будут там смещаться на минимум. Причем это даже не металлы этой группы, а это будут какие-то, допустим, электролиты, то есть калий может падать, кальций определенный может падать, здесь их, по-моему, даже нет. Да, здесь конкретно в этой лаборатории их нет. Есть другие, я эту не советую, другую даю. То есть, другими словами, загрузка металла между собой, они какие-то металлы, они антагонисты, да, то есть есть синергисты, есть антагонисты. Не бывает высокого накопления, допустим, цинка без снижения меди. И наоборот, при перегрузе медью будет снижаться цинк. Цинк нам нужен, поэтому цинк мы во многих пьем в БАДах. Это вот с одной стороны нужно понимать, с другой стороны, что не всегда анализ по волосам вам нужен. Для острого заражения нужно сдавать мочу и кровь. В идеале сдавать мочу, кровь и волосы. Но если вы после удаления амальгамы, то сдавать мочу, кровь и позже волосы. Или изначально, если это уже осело в мышцах, тканях, в костях, очень часто ртуть оседает, то в мозге, в тканях мозга, то тогда лучше сдавать волосы. Тогда лучше сдавать волосы. Они показывают как раз-таки вот такую хроническую загрузку. А острую загрузку показывает моча. Поэтому, если это не свежее заражение, нет смысла сдавать на металлы мочу. Понятно, да, с этим? Если понятно, поставьте плюс и напишите. Этот момент поняли по диагностике. Да, тут написано, что анализ мочи это золотой стандарт для токсичных металлов, но для свежей загрузки. Для свежей загрузки. Для свежего поражения. Как же избавиться от тяжелых металлов? Давайте сначала нужно понимать, как себя разгрузить, да, а потом, чем себя еще загрузить, чтобы вытолкнуть тяжелые металлы. Во-первых, нужно убрать промо из амальгамы, да, то есть, поэтому здесь в этом случае обязательно учесть момент, что это должно быть по смарт-протоколу. не используйте старую поцарапанную посуду, уберите все вот эти из тефлона сковородки свои, посмотрите фильм очень хороший, называется «Грязные воды», он, по-моему, в открытом доступе есть в YouTube, и там посмотрите обязательно, как на рынок пробрался тефлон. Не должно быть его, если мы говорим про здоровье, про разрезе здоровья. Кроме этого, если вы, допустим, заряжаете, я всегда опять заряжаю, если вы заливаете бензин в машину, не надо дышать выхлопом, не надо дышать, не надо ставить детей в гараже, когда работает машина под выхлопную трубу, нужно стараться задержать дыхание, когда вы проходите какие-то тоннели под мостом, где много, где проезжают машины и нет притока большого количества воздуха. Смотрите взрослым взглядом, как вы можете это схватить, потому что с выхлопными газами в том числе, с парами бензина, с парами нефтепродуктов хватают люди, даже которые на тяжелый металл и тот же кадмий, которые не работают на тяжелых производствах с тяжелыми металлами. Старайтесь не использовать продукты с диоксидом титана и с консерватором. Про диоксид титана я немножко уже рассказала, что это краситель, который везде. Вот вы удивитесь. Вот просто сейчас, когда вы посмотрите это видео, вы посмотрите, переберите всю свою косметичку, все свои мыльно-рыльные ванные средства, все свои таблетки, все свои БАДы, вы офигеете, какое количество диоксида титана вас окружает. Годами причем. Очень важно потеть. Очень важно потеть. Кардиотренировки, сауна, различные способы пропотения в финских и так далее, в хамам, все, что можно, чтобы снизить количество загрузки мышьяком, кадмием, свинцом и ртути. То есть через пот выходит большое количество токсинов. Плохо тем людям, которые в силу нарушения щитовидной железы не потеют. Тогда для них нужны другие с неоцинамидом, другие нужные средства, которые заставляют разогнать, сделать, скажем так, заставить их потеть. Вот. Но там есть определенные условия и наблюдение врача должно быть. Кроме того, смотрите, все, что касается очень много тяжелых металлов, в частности, в ртути, есть в крупной рыбе. Чем крупнее рыба, чем крупнее рыба, допустим, акула, тем больше в ней тяжелых металлов в ртути, потому что маленькая рыба поедает маленькую рыбу. А если вот этот процесс от мелкого к самой большой, от мелкого к самой большой, то вы увидите, что самая загруженная ртутью рыба это будет крупный тунец, а тунец это крупный, почему он недорогой, по сути, в производстве, потому что это огромные куски, то есть это огромные килограммовые, многокилограммовые рыбины. Вот. Та же самая акула, и они стоят дешевле. Лучше всего, если это будет речная рыба, лучше всего, если это будет меленькая рыба. Чем мельче, тем лучше, особенно если вы любите рыбу. Меня удивляют люди, которые говорят, да нет, я мясо не ем, я вот рыбу. Я могу представить, что у них загрузка тяжелыми металлами. Даже если ты не хопнул это с какими-то, там, я не знаю, с разбитыми ртутными градусниками, с регулярными, если ты не хопнул это с какими-то парами, эфирами, то регулярно потребляя рыбу крупную, уже какое-то количество можно себе получить ртутью. И поэтому, чтобы убедиться, что рыбий жир не содержит тяжелых металлов, на европейских, на американских производителях ставят вот эту вот метку ИФОС, которая показатель качества о том, что классификация, которая рыба свободна от тяжелых металлов. Но я, честно говоря, не встречала эту метку здесь в Италии. Я думаю, что это относится рекомендацией к США, к другим странам. Посмотрите, может быть, есть у вас. Но, когда вы заказываете какую-нибудь омегу-3, уж на ней это точно должны быть подобные отметки, свободные от тяжелых металлов, в частности, артуть. А то пьете омегу-3 для того, чтобы инсульт вас не разбило в результате и разобьют по другим причинам, скажем так. Какие дополнительные способы разгрузки? Как еще себя разгрузить? Помимо того, чтобы вычистить свое пространство, мы будем рассматривать уже на практикуме, на оплатных неделях, на второй, третьей, четвертой неделе практикума. Там я буду давать вам протоколы, там я буду давать вам комплексы, рассказывать, как металлы, в том числе, и другие ксенобиотики, у нас связываются в организме, и как мы можем этому поспособствовать. Но прежде чем, повторюсь, вы начнете, не делайте самостоятельную ошибку, прежде чем вы начнете что-то в себя загружать, какие-то дефициты компенсировать, чем-то себя еще дополнительно грузить, нужно сначала разгрузить. Нужно сначала разгрузить. уберите, уберите то, с чем, то, как переводила по примеру. Если его огромное количество, то тех лимитов, которые заложены в биохимии, просто не хватит. Я надеюсь, что эта тема была вам полезна. С вами была Оксана Терехова. Переходите по ссылке внизу к моему ассистенту, связывайтесь, как присоединиться к платным неделям второй, третьей, четвертой недели практикума. Разгружайтесь, очищайтесь и будем все здоровее. Всего доброго. Пока-пока.